Миф Германии Купол вмещал бы и дворец для партийных съездов, и театральную сцену, и дом приемов Они хотели воплотить в камни девиз, который был для них главным Личность не важна и не нужна, ее значение ничтожно, а вот государство это все Именно поэтому возник и этот гигантизм, объясняет организатор экспозиции Саша Кель Это идея, которая пронизывает все планы по архитектурному переустройству, задуманные Гитлером Идея воплощалась немецким чьянимой аккуратностью Не стоит забывать, что в момент, когда создавались макеты новых берлинских проспектов Которые должны были быть проложены вместо существующих городских улиц и кварталов Шла Вторая мировая война А где-то в роскошных кабинетах кому-то казавшиеся респектабельными господа Разрабатывали документацию для строительства, к примеру, триумфальной арки Которая бы символизировала бы победы германского оружия На строительных работах, несомненно, был бы использован рабский труд Известно, что потребовалось отселение Всего речь шла о том, чтобы отселить людей из 80 тысяч квартир Среди этих семей были, кстати, вовсе не только евреи Из городской среды со сложившейся инфраструктурой Собирались изъять кусок в 40 километров длиной и в несколько сот метров шириной Речь шла об историческом центре немецкой столицы, которую собирались просто уничтожить Планам этим не суждено было сбыться Сегодня там, где должна была бы высеться триумфальная арка Мемориал о жертвах Холокоста История в итоге все и всех расставила по местам